Привет, друзья! Привет! И снова с вами мы, Лилия Донскова и... Булавцев Михаил. И сегодня 10-й день видеомарафона. Борода цвейла. Значит, всё в порядке. Бомжи пока... Голодные. Голодные, да. Итак, 10-й день. Тема дня. Мои хобби и увлечения, на которых я почему-то, мы почему-то не зарабатываем. И вторая часть – это таланты, которые мы зарыли в землю и кем могли бы быть, если бы не... Многоточие. И многоточие. Сразу хотим сказать, что мы свои увлечения, свои хобби не монетизируем. Умышленно. Умышленно. Мы не стремимся получать финансовую выгоду, занимаясь любимым делом. Потому что наше любимое дело, наше увлечение, хобби – это больше, наверное, отдых, наслаждение, получение удовольствия. Да. И давайте посмотрим, чем же мы увлекаемся, что доставляет нам как раз такое удовольствие. Ну, начнем с меня. Пойдемте. Итак, что такое мое хобби, мое увлечение? Меня Миша называет рукоблудницей. На самом деле, это рукоделие. И вот с чего я начала? Первые мои работы – это были кофейные деревья. Я их сделала достаточно много. Раздарила родственникам, мамочкам нашим подарила. У них у всех стоит красивые, разных цветов, с разным дизайном. Ну, это мне быстро надоело. И в какой-то момент я начала увлекаться вышивкой. То есть, мне это раньше вообще никогда не интересовало. А потом вдруг как будто что-то перещелкнуло, и я стала вышивать. Одна работа у меня сейчас есть дома – это вот такие мои коты волшебные. Прямо недавно закончила. Такая была очень сложная такая работа, которая тренировала мое терпение. Для меня это как медитация. То есть, я вышиваю, реально как медитирую. Мне очень кайфово, очень классно. И я думаю, что этим я буду заниматься очень долго, потому что получаю истинное наслаждение. Сейчас у меня в процессе творения вот такая вот работа. Я ее недавно начала. Это бисерная вышивка. Это моя первая работа бисером. Никогда не пробовала. Давно мечтала что-то такое интересное, сочное вышить. Вот мне как раз такая подвернулась вещь. Необычная. И вот я думаю, это будет очень красиво. Она что-то будет переливаться классно. Очень объемно выглядит. Вот это у меня такие вот увлечения небольшие. Ну а теперь пошли посмотрим мои увлечения. Сегодня у вас будет небольшой такой обзор нашей квартиры. И самое первое, что мы видим при входе в нашу квартиру, это, конечно же, входная дверь. И вот откосы с этой подсветкой, которая у нас идет в откосах, такие вот галогеновые лампочки, все это было сделано моими руками. Даже лампочки вот здесь вы можете увидеть, как перегорели симметрично по центру. Это было сделано не специально. Следом у нас идет справа налево комната нашей Леры. Лера сейчас спит. Наверное, ругает нас, проклинает за то, что мы снимаем громко видео. В комнате, даже включая эту входную дверь межкомнатную, тоже все было сделано своими руками. Двигаемся дальше. Переходим плавно на кухню. И здесь мы видим арку. Тоже арка сделана своими руками. Лампочка перегорела тоже не специально. Переходим дальше. Смотрим домик кота. Домик кота тоже был сделан собственными руками. Ну, как вы поняли, мне очень нравится работать своими руками. Но это еще далеко не все объекты творения, которые я вам показал. Еще у родителей дома находится огромная коллекция моих школьных изделий, когда я занимался еще резьбой по дереву. Не буду перечислять. Фотографии, к сожалению, сейчас не смогу показать. Это очень красиво. Я это видела. Особенно мне нравится сова, выпиленная, как вешалка сделана. И роза. Она как живая, но она из дерева. У нее лепесточки такие тоненькие. Шикарно просто. Да, и все это делалось ради удовольствия. Ни в коем случае не на продажу. А еще я скажу, Миша врач. И его хобби – лечить компьютеры и ноутбуки. Он помогает друзьям совершенно безвозмездно настроить, сделать. Я об этом ничего не понимаю, но это очень круто, потому что дома свой компьютерный гений есть. Практически безвозмездно. Для друзей у меня есть такая небольшая такса – салат под шубой. Я очень люблю салат под шубой. А я не люблю его готовить. Поэтому мы пришли к такому компромиссу. И все друзья, причем все рады и готовы предоставить такое вот мне удовольствие. Удовольствие вкусное. А теперь кем же мы могли быть, да, какие таланты мы зарыли. Ну, я, например, могу сказать про себя, что я еще совсем маленькая мечтала быть стюардессой. По имени Жанна. Нет, я до сих пор, когда мы летаем в самолетах, я все время болтаю со стюардессами. Я узнаю, как у них дела, где они бывают, то есть как они живут. Но я не жалею, что я не стала стюардессой, потому что то дело, которым я занимаюсь сейчас, оно мне очень нравится. Я бы его ни на что не променяла. Еще я и Миша, мы могли бы быть артистами. Артистами, актерами. Актерами, да, свободной профессии. Как бременские музыканты. Мы многократно участвовали в возможных флешмобах. В спектаклях. Танцевали даже, что не свойственно вообще мне, оказывается. А еще мы могли бы быть дизайнерами интерьеров. Запросто. У нас, да, был такой опыт уже дважды. Мы спроектировали квартиры, и по нашим проектам там был сделан ремонт. При том, что очень классно получилось. Людям, которые живут в этих квартирах, очень нравится. Очень нравится, да. Но мы обсуждали эту тему, мы считаем, что мы не зарыли свои таланты. Напротив, мы сейчас довольны своей жизнью. И мы развиваем то, что у нас есть в нас. И все это идет на благо. И для людей, и для нас. И, в общем-то, это позволяет жить в гармонии, интересно. И чувствовать себя постоянно в какой-то движухе классной. Спасибо за внимание. Давай еще раз. Спасибо за внимание. Всем успехов. Ставим лайки. И пока-пока. И оцениваем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok